Всем привет! Олег, Бирхантер, и сегодня я расскажу, как поменять приклад на вот этом большом полноценном арбалете и сделать снова из него арбалет-пистолет. Вы узнаете, какие основные ошибки можно сделать при замене приклада и на что стоит обратить внимание. Досмотрите это видео до конца, потому что в конце я расскажу небольшой секретик про то, как на этом арбалете с большим прикладом, не меняя замок, просто поставить приклад Кобра от Fab Defense. Итак, в чем идея этого ролика? Я думаю, если вы смотрели предыдущее наше видео, то вы уже в теме. Для тех, кто не в теме, поясню. Короче, мы имеем Doom-агрегатор, и из него надо сделать обратно арбалет-пистолет. Я возьму рукоять от самого обычного Doom-мини и поставлю ее на этот арбалет. Для того, чтобы в дальнейшем можно было поставить приклад, как у меня сейчас стоит на Мамбе, но при этом арбалет все равно оставался арбалетом-пистолетом. Пришлось повесить камеру на голову, так что причесочка моя помнется. Ну ладно, арбалет поставляется в разобранном виде, поэтому я думаю, тут ни у кого вопросов, как снимать приклад, не возникнет. Так что мы раскручиваем сначала вот этот болтик. 1, 2, 3 и приклад на свободе. Теперь на этом арбалете делаем все то же самое. 1, 2, 3 Так, вот у нас есть два приклада, и кажется, что они одинаковые, но на самом деле нет. Видите, тут есть отличия вот в этом месте. И поэтому, если мы возьмем и вот эту рукоятку просто так попробуем сюда надеть, то спусковой крючок у нас упирается. Поэтому не все так просто. И сейчас мы с вами будем менять еще и спусковой крючок. А чтобы вытащить спусковой крючок, нужно вытащить и замок. Насколько я помню, тут надо просто выкрутить замок. Даже не надо планку сверхверхнюю снимать будет. Тут как раз нужен второй маленький ключ для того, чтобы это скрутить. И вот третий большой. Все, замок мы вытащили. Кстати, кому интересно, кому выглядит нежитель, то вот таким вот образом. система блоков. То есть, получается, мы вытягиваем в три раза больше расстояния. Раз, два и три. Да, и вот тут веревочка идет. Раз, два и три. И именно за счет того, что мы вытягиваем больше, чем проходит вот это расстояние натяжитель, именно за счет этого сил натяжения на вот этой точке и падает. Это справа. Это все слева, соответственно, замочек. Это тоже идет налево. Скручиваем магазин. Нет. Нет. А, фух. Эй, слышу? Псина, давай вытаскивайся. Мне тебя людям показать надо. Кстати, вы тоже можете с этим столкнуться. Смотрите. Тут есть втулки, на которых все это держится. И если эта втулка чуть-чуть выходит, вот так вот. Это я переборщил, конечно, но она может просто чуть-чуть сместиться. И не давать вылезти замку, что сейчас у меня и происходит на вот агрегаторе. То есть она вот там так же, наверное, стоит и не дает. Поэтому мы сейчас ее чуть-чуть подтолкнем и все спокойненько вылазит. Так, смотрите, у нас есть два замка. Вот этот от Дума Мини, вот этот от агрегатора. И спусковой крючок тут подлиннее. Мы не можем просто так поменять замки, потому что, ну, сами видите, тут у нас есть планка, тут у нас ее, соответственно, нет. Да, дело в том, что на этом арбалете, Дума Мини, мы самостоятельно закладываем стрелу и задвигаем ее до конца сюда. В то время как на агрегаторе стрела сама падает сверху, и никто ее назад уже не задвигает. Поэтому нужно сделать вот это место максимально близко к замку. Собственно, по этой причине тут и нет этой штуки, да. У нас просто стрела падает и все. Соответственно, как нам поменять спусковой крючок? Для этого мы берем и вот эти вот оси, на которых все висит, просто выдавливаем. Они тут, слава богу, легко держатся, потому что они в самом арбалете зажаты с двух сторон в направляющие и никуда не убегут. Так, замок вытащили. И давайте здесь делаем то же самое. Раз, два. Так, давайте покажу вам, как выглядит спусковой крючок в сборе, чтобы, если вдруг вы будете этим заниматься, был на что ориентировать. Значит, это мы перекладываем сюда и берем наш замочек. Смотрите, тут важно, чтобы вот эта вот пружинка была сверху надета. Сейчас я надену вам еще раз, покажу. Поэтому мы ее так отгибаем, вставляем вот таким вот образом. Ну и тут все просто. Вот про вот эту вот пружинку я вам говорил. Видите, она тут. О, рано. Вот эту вот фиговинку. Здесь замок есть. И теперь собираем замок здесь. Тут плюс-минус все то же самое. Это вставляем вот сюда. Тут обращайте внимание, как я буду вставлять на натяжитель, чтобы никак его замком не передавить. Можно вот так вот. Тут есть специальные для него места. Поэтому это важно. Потому что вот, ну вот, собственно, видите, как у меня криво получилось. Вот так быть не должно. Должно быть все ровненько. Поэтому мы замочек вот так вот вытаскиваем, поправляем. Это вот сюда. Так. И теперь берем наш приклад и можем ставить его сюда. Раз. Довас. Перейти болтик у нас вот сюда. Вот он у нас арбалет. Теперь с прикладом. Пам-пам. И это тоже у нас теперь вот сюда запросто встает. Так. И вот и все, в принципе. Последние штрижочки. Штришочки. Винтики. Закручиваем. Кстати, помните, я говорил, что я решил переделать крепление для прицела. Я понял, что оно нужно. И нужно немножечко его, соответственно, подправить. Так вот. Пока еще только решил. Пока еще не переделал. Вот и все. Ребят. Смотрите, у нас получается. Рабочий арбалет-пистолет. Ой. Забыл. У него аж. Его аж не извести просто так. Главное не выстрелить. Все. Все работает. Та-дам. И небольшой бонус для тех, кто досмотрел до конца. Про этот приклад. Да, его на самом деле можно полностью снять. Да, чуть-чуть до конца ее. То есть тащить. У нас получается такая труба. Если мы заглянем внутрь этого приклада. То там есть шестигранник. Мы можем его выкрутить и вытащить вот эту трубу. И вы сможете сюда прикрепить приклад уже вот, собственно, как и на этот арбалет. Да, у вас не будет вот этой вот части. И вам ничего не составит никакой сложности просто сюда поставить такой же приклад, потому что ручки здесь одинаковые. Вот, если вам это будет интересно, то я, соответственно, могу просто даже на принтере придумать здесь какую-нибудь заглушечку, чтобы туда, я не знаю, как калашниковый пенал можно было вставить. И у вас будет даже, ну, небольшой функциональный отдел. Не знаю, правда, что сюда можно запихнуть, но так или иначе, да, вот, не отпиливают же, потому что это будет совсем, конечно, некрасиво. А так и вроде какая-то получится цельная композиция. Ну что ж, друзья, а на этом все. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И до новых встреч!